В Рязанском цирке стартовали гастроли уникального театрально-циркового шоу «Оргонавты». Сегодня в нашей студии руководитель программы Сергей Козин и заслуженный артист Российской Федерации Руслан Гукаев. Здравствуйте! 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 Программа уникальная. Наши телекомпания, наши коллеги уже успели убедиться, посетив шоу. Расскажите, пожалуйста, наверное, Сергей, к вам вопрос. Откуда взялась идея такого шоу и в чем его уникальность в сравнении с другими? Ну, идея шоу все очень просто. Шоу основано на легендах Древней Греции, которые все, наверное, кто-то изучал, кто-то изучает в школе. Эта легенда повествует о смелости, доброте, любви и, самое главное, о том, что каждый человек может достичь своей цели, если очень постарается. Мы уже успели увидеть, что эта масштабная постановка является таким сплавом своеобразным акробатических номеров, хореографии и объединена определенным сюжетом. Как долго рождалась вот такая постановка, кто работал над ней? Ну, постановка рождалась с 2014 года, то есть несколько лет была потрачена на ее создание. Работал достаточно большой коллектив. Это и режиссеры, и художники, и хореографы, постановщики трюков, создатели видеоконтента, композитор, который написал музыку. Ну, человек, наверное, 30 в общей сложности работал именно над созданием сюжета. После этого начались репетиции. Сейчас в программе более 60 артистов. Репетиции длились где-то, ну, вот именно перед Рязанью, где-то полгода. Ну, результат, наверное, можно увидеть, придя в цирк. И нам посчастливилось сегодня поговорить с одним из этих 60 артистов, заслуженным артистом Российской Федерации. Руслан, о вашем опыте вообще работы в цирке и как вы попали в шоу «Оргонавты» расскажите. Опыт, конечно, у меня большовато. Я работаю 52 года, с малых лет начал. Вот у нас номер, опять-таки, я не могу хвалить себя, но это надо прийти посмотреть, то, что мы делаем со своей партнершей, супругой. Это единственный номер в мире, аналогов нет, имеет три золотые медали. Главный – это Грам-при. Ну, поступило ко мне такое предложение, значит, Сергей позвонил со своим другом Виле Головко. Ну, предложили нам поучаствовать. Значит, это прекрасное шоу. Ну, вначале, если честно, я не поверил. Думал, просто это разговоры такие поверхностные. А на сегодняшний день я могу сказать, что за 52 года я такое шоу не видел. Я обездил, можно сказать, полмира. Но такого я нигде не видел. И Дюс-Алей для меня, если честно, на секундочку отдыхает по сравнению с сегодняшним шоу «Арганахт». Это такая серьезная заявка, да, от вас, как от очень опытного артиста циркового. В чем же такое преимущество этого шоу? Потому что вам, как никому, можно доверять. Наверняка вы разбираетесь в этом получше многих. В чем же его уникальность? Ну, тут Сергей больше разбирается, потому что, как бы, это его идея. От меня что требуется? От меня требуется моя работа. Брянская стиле, это будет, допустим, Нижний Тагил или ваш прекрасный город. Артист должен отдаваться полностью, 100%, а то все 120%, одевать лучший костюм. Но здесь что, здесь хозяин сделал так, что костюмы тоже бомбовические, ну, честно. Когда артист красиво нагреет, и он отдыхает от своего костюма, то есть, ему нравится, то, конечно, он должен рвать, чтобы публику поднять просто настроение до некуда. А что вам позволяет 52 года уже в цирке и быть на высоте? Вот как, в чем секрет вашего успеха, скажем так, да еще и вместе с супругой? Ну, тут могу тоже ответить. Дело в том, что все в руках Всевышнего. Я люблю цирк. Даже вот сейчас, когда мы приехали, были подготовки, были репетиции, не было такого, чтобы я не находился в зале и не смотрел репетиции. Сейчас, как начали работать, я с любого прохода, оп, нахожу время, когда я хочу посмотреть. Я люблю цирк. Поэтому я должен чуть-чуть соображать и соображаю, насколько это дается. Сергей, я так понимаю, что помимо Руслана вы собрали вообще лучших представителей разных цирков. Какие еще номера, с вашей точки зрения, являются изюминками? Ну, я могу сказать, что мы собрали не лучшие. Мы собрали уникальные номера и уникальных исполнителей. И не только из России и из других стран. Ну, понимаете, мне очень тяжело сказать, я очень люблю эту программу. Я не могу выделить какой-то там один или несколько номеров. Все номера по-своему уникальны. Идея наша в том, что у нас конкретно цирковых отдельных номеров очень мало. Вот как, например, номер Руслана. У нас собраны артисты, которые выступают в нескольких номерах, в нескольких жанрах одновременно. У нас, например, уникальная группа акробатов. Это бывшие спортсмены, это мастера спорта международного класса. Это люди, которые, ну, избалованы, так сказать, спортивной славой. Вот, они делают, ну, совершенно уникальные, потрясающие трюки. И они выходят в нескольких ипостасях. У нас есть рекордсмен, например, силовой жонглер, вот, Виталий, да. Он там какие-то, мы не можем его гилю поднять, никто. А он жонглирует этими двумя гилями, как игрушками. И так как у него отрицательная роль в спектакле, он своих недругов раскидывает прям вот одним движением руки. Ну, я бесконечно, у нас времени эфира не хватит, я бесконечно не могу рассказывать. Главный герой Исон, вот, в наше время, он, наверное, один из, ну, наверное, почти единственный, кто поднимается по наклонному канату без страховки, без так называемого баланса, что в цирке помогает, ну, помогает ходить. И это он делает каждый день. Вот, и мне самому страшно смотреть. Хотя у нас все меры там безопасности приняты, но выглядит это просто потрясающе. Так я могу, у нас там порядка 20, по-моему, 5-26 номеров в программе, эпизодов. Я про каждый могу рассказывать очень долго. Люди потрясающие все. То есть, вы собрали, можно сказать, энтузиастов, тех, кто любит цирк, как и вы, как и Руслан. И все это, квинтэссенция, скажем так, в вашем шоу. Еще один такой момент, если вы вдруг хотите это не освещать, вы скажите. Немаловажный момент. Мы привыкли видеть цирковые представления с животными в вашем шоу. Животных нет. Для меня, допустим, это большой плюс. Для многих наших телезрителей я тоже знаю, что это плюс. Потому что животные в цирке – это такая тема, которая в последние годы по-разному обсуждается. Так вот, как вам удалось обойтись, можно сказать, без животных? Вы знаете, нам не то, чтобы удалось или не удалось обойтись без животных. Просто я считаю, что животные в цирке должны быть оправданы. То есть, в нашей, так как у нас все-таки больше, ну не больше, у нас тематический спектакль. И в этом спектакле просто животных нет. Ну, то есть, в легенде о путешествии Ясона за золотым руном, там есть только сказочные животные. Там есть кентавры, там есть птицы и гарпии и так далее. То есть, животных там. Ну, было бы странно, что в легенде там до подревней Греции появился там слон, например. Да, это не, ну, у нас нету в спектакле животных. И это именно, ну, в первую очередь это сюжет. У нас есть тоже совершенно потрясающий номер джигитов, вот, под руководством Бешима Анаева. Но часть действия происходит в Калхиде, это бывшая, ну, это Кавказ, это там Грузия, Осетия. Вот, и, конечно же, этот эпизод мы не могли оставить без джигитов, без наездников. Тем более номер вот Бешима, он один из лучших сейчас тоже в России. И это тоже, ну, это, ну, невозможно об этом рассказать, это надо увидеть. Кстати, после того, как наши коллеги побывали на спектакле, они очень восхищались этим номером. И особенно поразило нашего журналиста то, что человек, который работает с лошадьми в возрасте уже в довольно преклонном. И при этом, если бы вы об этом не сказали на пресс-конференции, это было даже невозможно заметить. То есть, получается, что цирк дает энергию, да? Так выходит, сцена дает энергию. Выходит так. Конечно. Еще один момент, который нельзя обойтись стороной, это невероятные спецэффекты. У нас век 21-й, и ваши легенды, можно сказать, оживают не только благодаря невероятной работе артистов, но и благодаря дополнительным спецэффектам, которые на высоте, надо сказать, в шоу. Вот, может быть, о них немного расскажете? Ну, мы стараемся, естественно, идти в ногу со временем. И я надеюсь, даже может чуть-чуть, ну, опережать, ну, исходя, конечно, из возможностей. Вот, мы попытались в этом спектакле, в этом шоу совместить и театр, и цирк, и спорт, и хореографию. И спецэффекты у нас не просто спецэффекты, это декорации. То есть мы стараемся дополнить действия, которые происходят в Манеже, именно антуражем. То есть есть огромный экран, на котором герои живут как бы на фоне, ну, они погружаются в те эпизоды. Если это вот у нас есть номер, связанный со штормом, на экране бушует шторм. У нас есть номер, который, ну, одно из препятствий Ясону – это дракон. Там дракону, дракон олицетворяют это дроны. Есть лазерная там проекция, которая олицетворяет какие-то там мифические божества и так далее. То есть это все, это не отдельно, это все вместе, это все внутри спектакля. Именно поэтому я смею называть это произведение именно спектаклем. Что есть и спецэффекты, есть потрясающая работа цирковых артистов, есть драматургия, есть самая главная игра актеров. Все наши артисты еще и актеры, да, то есть на сцене люди живут в своем образе и его стараются донести тоже до зрителей. Для вас этот опыт, насколько интересен побывать не только артистом, не просто артистом, но актером и сыграть определенную роль. Да еще и со своей супругой. Кстати, чью роль играет она в спектаклях? Ну, это, наверное, лучше меня скажет Сергей, потому что он как бы это родил. Может, лучше он сказать, кем моя супруга. Она у нас птица. То есть супруга Руслана играет роль путеводной голубки, путеводной птицы, которая героям помогает преодолеть очередное препятствие. Но для того, чтобы голубка помогла героям, один из героев должен показать ей свою удуль, должен ее очаровать. Это у них прекрасно получается. До свидания. До свидания. До свидания. Приходите, не пожалеете.